Уважаемые коллеги, наслаждаясь на прошлой сессии докладом лекции медицинского директора профессора Розерфорда, я понимал, что я не могу в этой корпорации быть даже медицинским братом, тем не менее, поскольку вы доверили мне выступление по этой довольно скользкой и не вполне устоявшейся теме, я все-таки рискну выставить на обсуждение вопросы, которые и ссылки литературные, которые являются дискуссионными, которые неоднозначно указывают на результаты и, может быть, отталкиваясь от них, направить наши мысли, наши усилия в сторону достижения конечного позитивного результата. Действительно, несмотря на то, что, как мы слышали, за перитониальный диализ голосует, по данным профессора Ронко, 50% нефрологов, реальное распространение перитониального диализа далеко от этих мыслей, по крайней мере, декларируемых мыслей нефрологов. Лишь Украина на этом движется впереди многих, в том числе и России. Очевидно совершенно, что для выбора метода диализа, на выбор метода диализа влияют многие административные вопросы, которыми не вполне управляют, которыми не вполне владеют реально работающие в этой зоне, в этой области врачи. Например, американские данные, не так давно опубликованные, демонстрируют разительную разницу в частоте применения перитонитов в диализных сетях. Вся Америка разделена на крупные диализные сети, большие диализные организации. И различие в частоте применения перитониального диализа составляет практически двукратный показатель. Собственно, и результаты лечения весьма разнятся в различных диализных сетях. Интересно, что именно там, где перитониальный диализ не менее распространен, наибольшие риски связаны с выбором перитониального диализа в сравнении с теми сетями, где диализ распространен существенно выше, чем в среднем по стране. Ну и существует значительное уже количество публикаций, ставивших под сомнение два наших главных тезиса, к которым мы привыкли, что перитониальный диализ вначале дает преимущество выживаемости, и что перитониальный диализ, и что раннее начало диализа, неразрывно связанное именно с использованием перитониального диализа, является выигрышной политикой. Хочется еще раз внимательно рассмотреть эти работы, но одна из них может быть чуть старая, тем не менее она высвечивает наиболее яркие питфолы, сложности подобных демонстраций. Итак, тысяча пациентов, три четверти из которых на гемодиализе, четверть на перитониальном диализе. И вынесенная в абстракт, вынесенная в заголовок практически, тезис о том, что на втором году использования перитониального диализа относительный риск смерти повышается почти практически в два раза. Вот демонстрация, количественная демонстрация этих характеристик. Исходные риски не различаются ни на первом, ни на втором году при выборе или перитониального диализа, или гемодиализа, но после проведенной коррекции на демографические факторы, на клинические неодотличия, на клинические неодотличия, и, наконец, на лабораторные факторы, выплывает вот эта цифра в два с половиной почти раза, более увеличенный риск, связанный с использованием перитониального диализа. Что из себя представляют эти лабораторные данные? Это так называемые, в статье названы исходные показатели лабораторные. Мы не можем считать их исходными, обратившись ко времени собирания этих данных, когда эти данные были получены. Они были получены не менее чем в среднем через полтора, отчасти и до четырех месяцев уже от начала перитениального или гемодиализа. А мы хорошо знаем, что те факторы, для которых перитениальный диализ в какой-то мере выигрышен, закономерно оказались более низкими для пациентов на гемодиализе. У этих пациентов не исходные величины, а именно индуцированные уже начавшиеся терапии оказались менее выигрышными. А что представляет из себя коррекция в регрессионной модели Кокса? Это попытка уравнять пациентов. Искусственно, эти величины, которые выигрышны для пациентов на перитениальном диализе, были занижены, чтобы поставить их в равные условия. И в результате мы получили подобные оценки повышенных рисков выживаемости. В этом исследовании есть еще несколько интересных выводов, которые заслуживают внимания при оценке рисков и возможностей перитениального диализа. В исследовании показано, что наличие сердечно-сосудистой патологии также увеличило риски, связанные с перитениальным диализом. Отсутствие сердечно-сосудистой патологии поставило пациентов в равные условия. Наличие сердечно-сосудистой патологии в два раза повышало риски для этих пациентов, связанные с выбором перитениального диализа. С чем же могут быть связаны эти риски? С чем же может быть связана сердечно-сосудистая патология? Очевидно, это несколько тезисов. Ускоренный атеросклероз, связанный отчасти с гиперлепидемией, повышенная гипергидратация, связанная с ней артериальная гипертензия и гипертрофилия левого желудочка. В целом, неблагоприятное ремоделирование сердечно-сосудистой системы, которые, безусловно, имеют в своей основе потерю остаточной функции почек и повышение проницаемости брюшин, если мы говорим о пациентах на перитениальном диализе. Но разве мы должны безучастно взирать на эти факторы? Ведь мы можем активно на них воздействовать. И здесь у нас существует значительный арсенал средств, отчасти из которых говорилось в предыдущих лекциях, часть вопросов, которые мы коснемся чуть позже. Итак, первый тезис, безусловно, который уже неоднократно звучал здесь, это минимизация использования концентрированных растворов, ультрафильтрация за счет экстранила. Это защита брюшины. Опять же, минимизация использования концентрированных растворов, предотвращение перитонитов, использование более биосовместимых растворов. И, может быть, взяв на вооружение весь этот или что-то еще, другие возможности, мы добьемся того, что прогрессирование сердечно-сосудистой патологии не будет столь разительным и столь неблагоприятным. И снизит, по крайней мере, влияние на неблагоприятные конечные исходы. Параллельно замечу давно обсуждавшуюся, давно доказанную связь прогрессирования сердечно-сосудистой патологии и, в первую очередь, кальцификации сосудов и сердечных структур с уровнем кальция в идеализирующем растворе. Многие национальные и международные рекомендации настойчиво советуют снижать этот уровень. И в, собственно, вышедших уже теперь в прошлом году рекомендациях КАИДИГа, новых международных рекомендациях, в отношении, по крайней мере, перитениального диализа, довольно внятно прозвучала рекомендация, что концентрация кальция в перитениальном растворе должна быть 1,25. Еще одна демонстрация из исследования ЧОИС. Там, где нет остаточной фильтрации, относительные риски, связанные с перитениальным диализом, более высоки. Но что, собственно, нам мешает вести отбор пациентов так, чтобы ориентироваться на пациентов с наличием остаточной фильтрации? Этот вопрос, конечно, впрямую соотносится с вопросом о сроках начала перитениального диализа, о сроках начала диализа вообще, которым я постараюсь остановиться во второй части выступления. Но последняя отсылка к этой работе, к исследованию ЧОИС, это еще одна интересная аналитика, прозвучавшая в исследовании. Это зависимость выживаемости, зависимость рисков от такой характеристики, как склонности к выбору того или иного метода лечения. И если склонность выбора оценивается по фактическим причинам, связанным с выбором того или иного метода в этой группе пациентов. Вот эти факторы, которые были связаны, составляли аргументы в пользу выбора того или иного метода лечения. И надо сказать, что там, где склонность к выбору перитениального диализа была наивысшей, отношение рисков выбора гемодиализа и перитениального диализа не менялось. Зато там, где склонность была наивысшей, нынешней, риски действительно были связаны. И связаны именно с выбором перитениального диализа. Значит, это еще нам один сигнал. Выбор метода должен осуществляться осмысленно и строго взвешенно. Таким образом, даже в этой работе, в которой прозвучало, в самом названии работы прозвучало, прочеркнуто было, неблагоприятные характеристики выживаемости, неблагоприятные факторы, связанные с выбором перитениального диализа, мы видим, что больше половины пациентов на перитениальном диализе с лучшей склонностью к перитениальному диализу демонстрировали неотличающиеся риски выживаемости. Летальность была во многом связана с сердечно-сосудистой патологией, на которую мы имеем возможность влиять, и мы это обсуждали. И, наконец, летальность связана с отсутствием остаточного диуреза. И этот фактор тоже в существенной степени находится под нашим управлением. Безусловно, несмотря на стремление многих систем здравоохранения сместить использование заместительной терапии в сторону перитениального диализа, поскольку она занимает иногда до 5-7% бюджета здравоохранения, иногда на пути этих стремлений встают серьезные барьеры. И в одном из канадских исследований несколько лет назад была поставлена задача оценить эти барьеры и добиться увеличения доли принимаемых пациентов на диализ в объеме 30% доли перитениального диализа. Спустя 3 года это канадское исследование было закончено. Вот его характеристика. У 22% больных выявлено относительное показание, абсолютное противопоказание к началу перитениального диализа. А у 2-3 больных те или иные барьеры, встающие на пути использования перитениального диализа, также были обозначены и сертифицированы по своей значимости. В качестве характеристики, что это за пациенты были и что это за методы конкретного исполнения перитениального диализа было, при наличии поддержки семьи 34% пациентов проводили перитениальный диализ с помощью членов семьи, 47% с помощью медицинского персонала и лишь небольшое количество проводил диализ самостоятельно. Общая частота использования перитениального диализа в результате такого интенсивного вмешательства доведена, фактически была доведена до 30%. Ну и здесь краткая иллюстрация того, какие реальные противопоказания видели канадские наши коллеги в принятии на диализ. Главным образом это было ожирение и последствия различных абдоминальных вмешательств. Всего лишь пятая доля пациентов оценивалась как имеющие абсолютные противопоказания. Ну и те барьеры, которые были оценены как реально встающие на пути использования перитениального диализа, были связаны, имелись у весьма значительной доли пациентов, проценты это, и связаны были главным образом со сниженной силой, сниженным зрением, слухом, плохой гигиеной. И несмотря на то, что у тех пациентов, у которых барьеры, наличие барьеров, у тех пациентов, у которых были серьезные барьеры, были несомненно более тяжелыми пациентами, это пациенты, безусловно, старшего возраста, пациенты более крупные, пациенты с более, по всем параметрам, более распространенности речесосудистой патологией, пациенты, начавшиеся диализ, как стационарные пациенты, и у пациентов этих была более высокая начальная остаточная фильтрация. Наверное, выбор этот сделан был не на основании, наверное, в этой значительной доле этих пациентов. Выбор перитениального диализа или выбор начала диализа базировался не столько на наличии конкретной цифры, остаточной клубочкой фильтрации, но и на всем перечне вот этих утяжеляющих факторов. Тем не менее, даже в условиях того, что пациенты эти были с барьерами, были достаточно тяжелыми, наличие поддержки семьи существенным образом, решительным, можно сказать, образом увеличивало шансы пациентов оказаться на эффективном перитениальном диализе и увеличивало также реальную долю пациентов, которые в конце концов перитениальный диализ начали. Ну и тут нашу буквально одну демонстрацию я вставил, характеризующую тем, что многие социальные факторы также существенным образом влияли на результаты перитениального диализа, в данном случае на частоту перитонитов, но и на другие характеристики исхода в перитениальном диализе, влияние это также, безусловно, оказывается серьезным. Тем не менее, мы получаем постоянно сигналы о том, что ранний старт диализа ставится под сомнение. Ранний старт диализа, говорится, во многих и многих исследованиях связан с повышенными рисками летальности. Каковы же могут быть... Да, может быть, помощь в восприятии нам этой ситуации оказала существенную публикация недавнего и публикация обзора, испанского обзора, собравшая все эти исследования и высветившие факторы, которые существенным образом могли бы влиять на конечные выводы. Итак, одно из исследований, говорящие о том, что летальность среди пациентов, начавших диализ рана, существенно выше 47% против 30% у этих пациентов. Давайте сравним эти группы пациентов. Возраст существенно старше, чем начавших диализ поздно, доля сахарного диабета существенно больше, ну и так уж мужчин существенно больше. Известный фактор, неблагоприятный, фигурирующий в многих статистиках. Следующее исследование. Летальность выше на 14% на каждый рост на 5 мл в минуту скорости фильтрации. И опять, диабета существенно больше, мужчин существенно больше. Зато, если мы взглянем на еще одно исследование, в котором выровненные оказались в результате отбора ли пациентов, или сути протокола этого исследования, когда оказалось, что возраст пациентов одинаков, доля мужчин одинаковая, доля сахарного диабета одинаковая, летальность среди пациентов, у которых, простите, у которых более позже, значит, диализ, оказалась существенно выше. Не просто существенно, а в 3 раза. Это было исследование, связанное с использованием перитениального диализа, полностью на перитениальном диализе построенное. Ну вот дальше исследования построены полностью на гемодиализе. Там, где мы начинали диализ рано, на более высоких уровнях клубочков фильтрации, летальность была выше, 17%, 41%. Ну давайте рассмотрим этих пациентов. Возраст 71 год, 66 лет, доля мужчин 75, 50, доля сахарного диабета 48, 39%. И аналогичное исследование, где тоже почти полностью гемодиализ. И снова мы видим ту же ситуацию. Возраст в группе пациентов, рано начавших диализ, старше, мужчин больше, сахарного диабета больше. И напротив, там, где мы видим сопоставимую летальность, мы видим, что эти факторы перемешаны. Где-то какой-то фактор идет в пользу одной группы, какой-то фактор в пользу другой группы, и сразу выживаемость оказывается одинаковой. Не все, не большинство, а все это ретроспективные или проспективные, но не рандомизированные исследования. Большинство из них, или, по крайней мере, многие из них демонстрируют связь с отрицательной линейной связь, с скоростью клубочков фильтрации на старте, с выживаемостью. Что мы должны признать, что диализ надо начинать только с развитием тяжелой урамии, или признать, что что-то может быть не так в подобной аналитике. Не говоря уже о том, что сама оценка скорости клубочков фильтрации в существенной мере находится под вопросом, потому что ни один из методов, которым мы сейчас пользуемся, ни Кокорта-Голд, ни метод Кокорта-Голда, ни формула МДРД, из исследования МДРД, не тестировались на пациентах с преддиализными уровнями клубочковой фильтрации. Более того, разделение пациентов на ранних и поздних в любых этих исследованиях условно, потому что базировалось на скорости клубочковой фильтрации. Но правильно ли мы делаем вывод о том, что на этом основании принималось решение? Скорее всего, и почти наверняка, решение о фактическом начале диализа принималось на основании суммарных клинических данных и затем лишь оценивалась фактическая клубочковая фильтрация. Не говоря уже о том, что сама клубочковая фильтрация существенным образом не точно оценивается используемыми нами методами. Ну и самый сложный вопрос во всей этой аналитике это понятие, которое в англоязычной литературе вот таким образом обозначается. Можно попробовать перевести это как смещение результатов, смещение выводов за счет преждевременного старта, с преждевременного начала диализа. Суть его в следующем. Если клубочковая фильтрация с некой скоростью снижается, то если мы начинаем диализ более поздно, то возможно вот этот участок диализа в сравнении с тем, что раньше мы начинаем диализ, мы диализ делаем просто зря и таким образом, тем самым, увеличивая результаты, результативные наши работы. Единственный способ продемонстрировать реальное преимущество раннего старта диализа — получить демонстрацию того, что этот более ранний старт диализа в какой-то мере уменьшает скорость выбытия пациентов, улучшает выживаемость пациентов в сравнении с более поздним началом диализа. И второй интересный вопрос. А какой срок проходит между этими двумя стартами, между поздним и ранним стартом? Ну вот несколько ответов существует на этот вопрос. Исследование Танго в Гонконге. Пациентам на уровне клубочковой фильтрации выше 10 было предложено или начать перитениальный диализ сразу, или отказаться от него. Вот такое дерево исследования произошло. В результате получилось 150 начали диализ сразу, 82 первоначально отказались, ну и затем фактически перешли на гемодиализ или сформировали группу существенно меньшую тех, кто начал диализ позже. Результат. Вот, прежде чем представить статистику классическую, аналитическую, давайте попробуем сравнить риски по-человечески. Что случилось с этими больными? 55% пациентов получили отсрочку в диализе на 3 месяца. 22% пациентов продолжали после года предложенного им диализа не лечиться диализом, и с ним было все хорошо. А 10% были, диализ был для них отложен навсегда, потому что они умерли. Или до гемодиализа, так и не дождавшись этого диализа, или умерли в вводном периоде начального гемодиализа, который отложен был в качестве отсроченного метода лечения. Выбор, в общем-то, за нами. Тем более, что последующее наблюдение показало, что ранний старт диализа как в отношении выживаемости пациентов, так и в отношении выживаемости пациентов без речесосудистых осложнений, существенно давал выигрыш в пользу раннего начала диализа. При том, что группы эти фактически оказались очень хорошо сопоставимы. Ну, а вот в другой работе демонстрируется тот самый эффект. Если мы начинаем от точки, от старта диализа, то мы получаем некоторые преимущества выживаемости для ранних стартеров. Если мы начинаем от точки, некой мифической точки, некой предположительной точки, когда у всех пациентов была фильтрация 20, то дальнейшую выживаемость мы видим одинаковой. С одной оговоркой, с несколькими, двумя, скажем, оговорками главными. Все-таки пациенты на раннем диалезе были существенно более тяжелыми, чем на позднем диалезе. Среди этих пациентов было существенно больше сахарного диабета, больше мужчин, у них был ниже гемоглобин, у них были более высокие показатели протонурии и также характеризующие общее состояние, скажем там, энтериальной дисфункции. И иногда регрессионный анализ, которым мы внимательно анализируем конечные результаты, делает нам недобрую услугу. Вот смотрите, в этом исследовании из значимых факторов выбыл и альбумин, и диабет, и гемоглобин, только потому, что более сильным оказалось влияние фактора остаточной клубочкой фильтрации на старте диализа, которая, на самом деле, наверное, не служила основанием для выбора начала диализа. Именно вот эти неблагоприятные факторы были часто главными причинами. Таким образом, если попробуем проанализировать плюсы и минусы раннего старта диализа, мы увидим, что не смотря на то, что пациенты, наверное, потребляют несколько больше ресурсов, если диализа начинается рано, но цена этого вопроса означает, связанного с тем, что существенная доля пациентов может теряться до начала диализа, и существенная доля пациентов может проиграть от последующего неблагоприятного старта диализа, мы, наверное, должны все-таки склониться к выбору более раннего начала диализа. А в условиях раннего начала диализа несомненным преимуществом обладает перитениальный диализ, и тому мы уже слышали много подтверждений. Я последний слайд зажгу только в ответ на вопрос, ну не в ответ, а в демонстрацию ответа на вопрос Константин Яковлевича. Вот то самое исследование, в котором продемонстрировано необъясненный правдой эффект айкодекстрин, использование экстранила. Несмотря на то, что он был использован, ультрафильтрация имела лучшее, не только ультрафильтрация, простите, но и диорез оказался лучшим в группе использования экстранила. Напомню, это было хоть и небольшое, но рандомизированное исследование. Спасибо.